Табак Мэтт Пир Табак Мэтт Пир Основание очень сильно отличается по тону от шахты и это очень заметно и, блядь, прям вот, знаете, ад для перфекциониста, я скажу так. Вот и все, вот и все про Мэтт Пир. Ха-ха-ха. Погнали теперь про сам табак. Так, насытился я миллионами слухов инсайдовской информации, что табак очень крепкий будет, что там супер аромка, все очень круто. Это самое интересное, писали люди, которые даже его не курили, но они уже писали целый пост, целый текст, обзор, блядь, что они типа такие охуевшие, они уже первым его покурили и просто было расписано. Крепость 8 из 10, да, блядь, сука. Типа аромки крутые, все охуенно, выебанулись, а если ты его не курил, ты нахуя первым, блядь, выскакиваешь, да, типа охуенно. Я вот, допустим, да, не стал торопиться, я, получается, покурил. На выставке я не покурил, ну, так, мельком, потому что стенд Мэтт Пира было подобно, знаете, раз, два, три, четыре, десяти хуям, которые остались на этой планете. И вся выставка, как будто вот это, этих людей, это были голодные бабы, и все просто лезли к шлангам Мэтт Пира, чтобы пососать. Там был просто сущат, и компания Мэтт Пира этим прям жестко хайпанула, а именно табаком своим, да. Я забрал коробочку, спасибо большое. Я прокурил это все дома, каждый вкус, детально, на разных чашках, на фольге, на калауде. Не понял, вот реально не понял, что это такое. Потом узнаю, что в Санкт-Петербурге в кальяной хукабокс-авиатор Кирилл Глушенко делает большую презентацию Мэтт Пира. Я, соответственно, еду туда, там заново все прокуриваю, общаюсь с людьми, понимая, что эти чашки забивал не я, и что забивали они, и что забивал я, мое мнение абсолютно оказалось идентичным. И тогда я понял, что самое время об этом снимать. Начнем. Чашечка у меня греется, грею я манго, это такой вкус, мне очень сильно понравился. Давайте сейчас будем разгребать по вкусам, да. А я вначале расскажу, какие есть вкусы, и как я их вообще ощутил, да. А Критек, это гвоздика вроде, да, это гвоздика. Я ее покурил и понял, что, блядь. Кстати, между прочим, на выставке она была абсолютно другая, не знаю, с чем это связано. Не зашла. Покурил фу к боксе, передо мной курил Артем Синяков, и он такой, знаете, гвоздику затягивает, такой выдыхает, и фу, блядь. И я, то есть, записал, как бы, гвоздика, фу, блядь. Для чего и почему, непонятно. Малина. Довольно-таки прикольный вкус, но самая большая проблема этого вкуса заключается, да, и, наверное, в целом табака, что ты лишь чувствуешь маленькую нотку малины, а остальное это смесь табачного листа, и как будто вот аромка хуёво легла на этот лист. Бабушкино варенье прикольное, такое, интересное. Персик. Персик достойный, интересный, возможно, наверное, топовый вкус такой, но также больше такой, с абрикосовой ноткой, как будто нахло, абрикосы, все остальное. Фундук, то есть фан-дак, фан-дак. Наверное, самый лучший вкус вообще у Мэтпира вместе с медом, да, с медом, с медом, да, со спидом. Такое ощущение, как будто ты хаваешь нутеллу, понимаете, да, это прям орешки в нутелле. За счет того, что очень сильно преобладает табачный лист, ты такой думаешь, блядь, ну это не орехи, это, блядь, шоколадная нутелла. Дыня. Кто когда-нибудь хавал такие кусочки сушеной дыни, обычно привозимые там родителями, родственниками из каких-то южных стран, да, вот дальневосточных, восточных, южных стран, да, то они знают, что это вкус. Вот дыня, это то же самое. Прям вот жареные, вот эти сушеные. Вишня. Вишня, да. Многие орали, что вишня топовый вкус, охуенная вишня, не въебаться охуенно, да, там, блядь, самая топовая вишня. Она, блядь, у Авзала, у Альфакера. Что касается Мэтт Пира, то здесь, скорее всего, косточка вишни, которую тебе дали лишь только облизнуть, очень быстро пропадает вкус и также преобладает вкус табачной нотки. Виногрет. Виногрет. Виноград. Тоже непонятный вкус винограда. Очень специфичный, если честно, да. Учитывая вот эту мелкую нарезку, я бы сказал бы, что это перепакованный лаву. Вот честно скажу, да, виноград довольно-таки тоже хороший, но также очень короткий вкус. Не очень растягивается на всю сессию курения, пропадает, и мы чувствуем лишь только, собственно, табачный лист. Назовем это так. Бананна. Бананна очень специфичный, непонятный. Как такового банана я в нем не прочувствовал. Мед. Идеал. Совершенство. Тут-то все пиздато. Мед охуенный. Мед охуенный. А клапника. Клапника. Ну... Хорошая клубника, яркая, насыщенная, но очень-очень терпкая. Так. Рутбир топчика. Кто пил такие напитки, газировки американские, как АВ или Мук, у них есть в линейке вкус рутбир. Очень похожий, очень интересный, тоже как мед, собственно, и фандак. Манго. Как вы видите, манго я уже все задрыпал, да, просто она у меня вся подтекшая, потому что манго мне очень понравился. Хороший такой прикольный манго. Ки-ви. Да? Ки-ви. Киви тоже как будто орешки, то есть как будто косточки киви, но не само киви. Очень спорный вкус, тоже мне не очень понравился, скорее всего. И ваниль. Ваниль обычная такая, приторная ваниль, особенно не та сладкая ваниль, к которой мы все привыкли, а именно вот веточка ванили с такой приторностью и деревяшим вкусом, да. Собственно, по вкусу мы, думаю, все разобрали. Теперь давайте поговорим о самом табаке. К нему очень много вопросов и всего остального. Забыл самое главное, ребят. Я поначалу дико меня бомбил от названия этих вкусов. Малина. Кретек. Манго. Киви. Меня дико бомбило, я думал, блядь, что за долбоеб это все придумал. А потом я понял, что это был гениальный человек, блядь. Потому что в скором времени в Европе уже вступили эти законы о том, что нельзя называть табачную продукцию, то есть вкусами, которые существуют в природе. И Мэтпир заранее, собственно, всю эту хуйню уже продумала. И поэтому они красавчики, да. И вот это вот фандак охуенно красавы. Первый вопрос, который я хочу задать, это зачем такая мелкая нарезка? Вот этот финал кат, да, то есть самая мелкая, то есть как у лаву. Коля Саркази сказал бы анальный скраб. При первой тяге с кальяна на пятидырой чашке, забито с отступом на четырех углях, жара достаточно хватает, да. Мы делаем первую тягу и понимаем, что 7% как минимум остается у нас в колбе. То есть моментально высыпало все. Да, там. Это дикая проблема. Ну да, мощно. Сразу колба у нас стала не очень презентабельного вида. Теперь, да, давайте разберем его технические качества, да. Крепость. Куда она делась? Я, скорее всего, когда я подходил на стенд Мэтпира, я там, собственно, прокуривал там каждый вкус. И там было реально крепко. Но когда, приехав я домой и прокурив все это разом на фольге, на калауде, 4, 5, 15 углей, ебаный в рот, да. Я понял, что табак по крепкости 7-6. 7-6 максимум. Я вот, Саша, даже курю, да. Крепости никакой я не ощущаю. Что касается вот этого прикольного слова. Как там говорили мне это слово? Повышающая крепость, то есть, да, как бы открывающаяся крепость, да. То есть, во время курения ты, типа, ощущаешь крепче и крепче. И я это как ощутил, что я скуриваю всю аромку, которая, как бы, немного шифрует эту крепость. И когда аромка полностью скуривается, это 5-7 минут. У меня остается только лишь, прошу сразу прощения, точно не знаю, но я прям горлом чувствую жидкий никотин. Прям вот уходит аромка, и просто жидкий никотин начинает преобладать, и он просто давит на горло. Это не крепость, это тяжесть. И это не очень так круто. Да, табак дымный. Но после 15-10 минут курения у тебя остается лишь только дым и грязная колба, больше ничего. Также давайте теперь пройдемся по слухам. Потому что табак Мэтпир сейчас у нас такой, на волне такого крутого хайпа. То стоить он будет в феврале, я пизжу, ребят, это слух, не воспринимайте всерьез. Слышал, что 250 грамм Мэтпира будут стоить 2 800. 2 800 шлюхи, и то дешевле. Как бы, да? 2 800 для Мэтпира будет очень дорого, это неконкурентно способная цена. Потому что мы сейчас понимаем, что на данном этапе он очень легкий, то есть не крепкий. Чуть-чуть даже средний, чуть-чуть ниже среднего, может чисто средний, кому как. И россияне такие деньги будут не готовы отдавать за продукт, который некрепкий. Потому что у нас как в стране? Если крепко, то я готов платить дорого, да? Это вот этот стереотип. Слава богу, мы отошли от стереотипов. Чем выше кальян, тем дороже он стоит в кальяна из него покурить, да? Даже проститутки отошли от этой ценовой категории. То есть чем моложе, тем дороже, да? У всех все одинаково. Так вот. Что еще? А, самое главное, забыл сказать. Да. На пачке, вот здесь внутри, написано. Написано. Откройте запечатанный пакет и позвольте продукту вступить в контакт с воздухом на несколько часов. А, извините, для чего это? Что за прикол? Табак делается в России, соответственно, он изначально уже идет как бы с климатом. То есть, акклиматизирован российским, блядь, кислородом и к российским климатам, да? А, давление вроде бы везде одинаковое. Для чего это нужно? Обязательно тщательно перемешайте содержимое пакета. Если при курении табак излишне сушит слизистую, и вы чувствуете дискомфорт при курении, оставьте продукт в чистом пищевом контейнере с открытой крышкой на более длительный срок, да? Допустим, скажем так. Но, для чего? Танжирс раньше нужно было акклиматизировать. Да, потому что ты открывал, и он пах резиной. Это связано с тем, что там совсем другое давление, другой климат, другая влажность и все остальное. И табачный лист это септик, который к этой всей хуйне привыкает. И когда он приезжает в Россию, у него происходит акклиматизация. То же самое, что и с твоей жопой, когда ты зимней России летишь в горячий, теплый Таиланд. Тебе там первое время хуёво, тоже так же, как и табаку хуёво. Но зачем это делать с российским табаком? И я поэкспериментировал. Да, я переложил, я его акклиматизировал, но ничего не поменялось. Лишний гемор. Конечно же, вот этот весь мой негатив, то есть то, что негатив, моя, наверное, такая прям оценка этого табака, она очень низкая на данном этапе. Но я уверен, что в феврале ребята исправятся и сделают более хороший продукт. Потому что это первая партия, и им нужен хороший фидбэк от всех нас. Поэтому в комментариях пишите, что вы думаете по этому продукту, кто уже курил и что нужно исправить. Я думаю, что компания Мэтпир обратит внимание на комментарии, и там будет, наверное, самый достойный, объективный фидбэк, чтобы ребята исправили какие-то свои ошибки. Первый, как говорится, первый блин комом, да, и первый секс не всегда получается. Так вот, что еще охота сказать? Что мне, что на некоторых вкусах мне еще показалось, что там масляная аромка. Потому что она очень оставляла такой маслянистый шлейф в гортане, да, и это не очень так бы мне понравилось. Но, если это и реально будет стоить 2 800 за пачку в 2018 году, это будет пиздец. Это, блядь, прям будет пиздец. Я не знаю, почему, да, но будет просто пиздец. Конечно, купят, будут покупать, да, но... Если его хорошенько допилят. Что еще охота сказать про этот табак? Нам, нам... Вот чисто блогерская, знаете, такая чисто блогерская претензия, она абсолютно касается всех продуктов, не только Мэтт Пира, да. А вот эти упаковочки. У Мэтт Пира прикольная, блядь, прям охуительная упаковочка, но нам, блогерам, с ним, с этой упаковочкой крайне сложно работать. Во-первых, потому что нам это нужно все прокурить и открыть. И попытаться еще при этом сохранить вот эту вот красивую пачечку, понимаете, да? Вот нужно сохранить эту красивую пачечку. Но в данном случае это не очень удается. А в том, что я открыл упаковку, покурил, акклиматизировал, положил ее обратно, она немного подтекла, и я не смог открыть упаковку, потому что все как будто клеем приклеилось. То есть, тоже подозрительно, да? Ну, это вся моя уже мания какая-то, преследование, что меня хотят убить, скорее всего, из-за этого. Поэтому, А, Табаку Мэтт Пир на данный момент я ставлю очень низкую оценку. У меня уже нет вкуса. Я забил манго, вроде яркий вкус на начале, А, прошло 15 минут, вкуса просто уже не осталось. Остался лишь только... Остался лишь только дым, и, собственно, начинает давить уже по горлу никотин. А, что за лис здесь используется, я не знаю. Табак, глицерин, паток, ароматизатор, инентичный, натуральный. Все, то есть, больше ничего не написано. Конечно же, нужно было мне спросить у Дениса, что это. Бёрли, не бёрли, но... То, что табак не крашеный, да, я соглашусь, потому что был бы он крашеный, как бы у меня была бы сейчас пизда какого тёмного цвета, после такого курения. Поэтому, собственно, это дава дыма за факеры. Подписывайтесь, ставьте лайки, не обижайте своих девочек. Всем пока.